Слава об этом лакомстве давно разлетелась по всему миру. Эта выпечка не прошла мимо внимания писателей и мультипликаторов, а также всех кондитеров и просто любителей сладкого. Речь идет об имбирном прянике. А чтобы сделать приближающиеся праздники еще теплее и уютнее, за помощью мы обратились к профессиональному кондитеру. В семье Анаит имбирные пряники – традиционное лакомство. Тесто ставилось вечером, утром пекли, пока домашние домочадцы спали. Старшая бабушка, мама, свекровь готовила печенье, эти имбирные прянички, чтобы когда детки вставали уже к чаю, они были пыл в жару готовы. Для новогоднего шедевра вам потребуется 400 граммов муки, 250 граммов воды, 250 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, пол чайной ложки соды, щепотка соли и пряности по вкусу. Мы используем традиционные – корицу и имбирь. Итак, начинаем. Мы сейчас будем топить сахар, чтобы оно получилось сжженный сахар. Под четким руководством мне тоже разрешили поучаствовать в процессе. Чувствуй себя поваром. А то. А мы продолжаем дальше. Лем именно на нашу силиконовую палочку или деревянную. Мы будем постоянно, вмешивая, его растворять в воде. Туда опускаю наше масло. Соль с содой. У нас пойдет сейчас маленькая реакция. Как только уже не поднимается, опускаем часть муки. Со второй партией мукой отправляем наши пряности. Ну и какая выпечка без семейных секретов? Моя бабушка, когда тесто ставила, она пела. Всегда пела, когда ставила тесто. Я говорю, почему ты поешь именно тогда, когда тесто ставишь? Говорят, чтобы у нее тоже было хорошее настроение. С хорошим настроением переносим тесто на дощечку. Замешиваем и раскатываем. А теперь начинается самое интересное. Вырезаем из подготовленного пласта фигурки. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку. 7-10 минут и румяные ароматные пряники готовы. Ну что ж, остался последний штрих. Это украсить наши имбирные пряники. Здесь уже вступает в силу ваше воображение. Мы же будем украшать белой помадкой. Итак, начинаем. Амбиции новичка плюс опытный мастер. И у нас получилась целая коллекция украшенных и вкусных фигурок. Без чая гостеприимный кондитер съемочную группу не отпустил. Поэтому остались сыты и готовы. К предстоящим праздникам Виктория Шкальная, Наталья Миронова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.